Война и бизнес. Примеры Польши и Литвы. Война делит картину мира на черное и белое. С какой стороны на этой картине находится вопрос интересов бизнеса? Давайте попробуем порассуждать об этом на примере Польши и Литвы, наших ближайших соседов. И ваше мнение для нашей команды будет также важно. Две страны, помимо того, что принимают общеевропейские санкции, как персональные, так и секторальные, дополнительно вводят и собственные национальные ограничения, а также штрафы за нарушение санкционного режима для своих компаний. И в результате в ущерб своим экономическим интересам лишаются доходов. А вместе с тем эти же государства тратят огромные бюджетные средства на поддержку Украины, гуманитарную помощь, передают вооружение и принимают десятки и сотни тысяч, миллионы беженцев, как из Украины, так и из Беларуси. При этом ни одна из стран не является участницей войны. А ведь кажется логичным, что следуя своим бизнес-интересам, обе страны могли бы заявить, что это не наше дело, не наша война, и отказались бы помогать Украине, отказались бы принимать беженцев, поставлять оружие, помощь и так далее. Вместо этого продолжив вести дела, экономические, бизнес-дела с военными агрессорами. А еще раньше они могли бы заявить то же самое и в отношении Беларуси. Заявить, что это не наша борьба, и не впускать политических иммигрантов, не впускать десятки тысяч, вынужденно покидающих территорию Беларуси, белорусов от репрессий. А вместо санкций эти страны могли бы активно поддерживать деловые и экономические отношения с режимом Лукашенко. С августа 2020 года только Польша выдала гражданам Беларуси более 43 тысяч гуманитарных виз. Представьте, что все эти люди не смогли бы выехать в связи с преследованием. Они тоже оказались бы в тюрьмах, их бы пытали, калечили, убивали. Но ни Польша, ни Литва так не поступили, а наоборот встали на защиту Беларуси, кстати, как и другие страны Европейского Союза. И в ущерб своим бизнес-интересам, экономическим интересам стоят на самых жестких позициях по санкции против диктатуры Лукашенко. И являются самыми активными союзниками Украины. И при этом, повторяю, не являются участницами войны. В отличие от Беларуси, которая таковой является по вине режима Лукашенко. Предложение снять или ослабить санкции, в отношении которого в последнее время звучат все чаще активно. В том числе под видом защиты интересов беларусского бизнеса. Вот только требовать смягчения или снятия санкций с агрессора во время войны, это примерно то же самое, что требует сократить или прекратить поставки оружия и другой помощи Украине. Не так ли? Санкции, наряду с другими инструментами давления, это цивилизованное оружие, необходимое для дестабилизации победы над агрессором. Через разрушение его системы обеспечения и максимальное лишение ресурсов для продолжения агрессии.